Будем сейчас делать прооксидазу. Словно во время готовки сотрудники лаборатории нарезают мясо. После все тоже строго по рецепту. Нужно размять куски так, чтобы в воде оказалась вся кровь. Дальше только химия. При взаимодействии со специальным раствором кровь принимает уже другой окрас. Получился синий-зеленый оттенок, значит мясо доброкачественное. Такой тест на качество здесь проходит не только мясо, а еще куриные яйца и молочная продукция со всех торговых точек столицы. Прибор у нас должен показывать жир, белок, добавление воды и плотность. Все эти показатели в лаборатории получают за считанные минуты. Такое возможно благодаря самому современному оборудованию. Ну а этот прибор, напоминающий креативный светильник, называется авоскоп. Именно с помощью него специалисты определяют качество яиц. Если приглядеться, то под воздействием света видно все трещинки и даже расположение желтка. Соответственно, он работает по принципу рентгена. Только в этом году после такой экспертизы было изъято почти 60 тонн продукции. Нарушения самые разные. При обнаружении мы изолируем эту продукцию и уже по результатам проводим свое заключение. Всего в Казани работают 12 лабораторий, а это почти 700 тысяч экспертиз в год. Только в прошлом году после проверок запретили продажу мяса птицы из Ростовской области и Лайшевского района. Причина – птичий грипп. В связи с тем, чтобы не допущить дальнейшего распространения, мы его вернули поставщику. Затем было утилизировано полмиллиона яиц в Лайшевском районе. Болезни не распространились, опасные продукты не попали на стол к татарстанцам. Эти вопросы на заседании столичной мэрии. А у прогресса есть и темная сторона, которая помогает фальсифицировать продукты. При этом мы знаем, что абсолютно безвредных фальсификатов не бывает. Поэтому надо пресекать их по вступлению на прилавке. Проверяют продукцию на въезде в столицу. Для этого организован специальный санитарный пост «Малиновка». На нем ведется круглосуточный контроль. Сергей Хайдаров, Амир Залюшев, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин